Обман на Авито. Отвечать не хочу, анализы неизвестные. Если, ребят, вы подписываетесь, то, насколько я понимаю, вы для себя это делаете. Зачастую блогеры несут, так скажем, мягко непроверенную информацию. Головой пользуемся не только, чтобы куриный суп жрать. Кому? И нам в том числе, с закрытыми глазами, верить нельзя. Да, мы плодим себе конкурентов. Мы хотим уважать себя за свой контент. Наверное, я подкаблужник, короче говоря, ребят. Походу, да. Друзья, всем привет. Забрал девчонок из Беженска везу домой. У нас на канале Говорилка. Забытая рубрика, но для нас очень удобная. Надеюсь, для вас актуальная, потому что мы не тратим время. Едем в машине и записываем видео. О чем сегодня хотим поговорить? Поговорить сегодня хотим об обмане на Авито. О неотвеченных ваших комментариях, на которые мы не дали ответ. Объясним почему. Ну и вообще, затронем, так скажем, небольшую, но существующую прослойку наших зрителей, к которым хотелось бы обратиться в это видео. Начнем с Авито. Смотрите, какая штука. На Авито появилась куча объявлений, значит, такого плана. Броллер домашний, без антибиотиков, гормонов роста, там, туда-сюда, выкормлен кормом Южной Короны. Вообще, красота. Я обалдел, когда увидел. Где-то 2-3 объявлений таких нашел. Значит, это Владимирская область, Ивановская и еще какая-то, не помню. Или Ярославская, или Тверская. Суть в чем? Суть в том, что Южную Корону нам, ну, с завода, можно сказать, практически прислали. Есть дилер где-то на юге, там, да, Московской области, но и там тоже не всегда в наличии корм. И откуда могли люди взять корм во Владимирско-Ивановской, там, да, областях, для меня остается загадкой. Я к чему говорю? Может быть, это прекрасно, что мы становимся трендом, нескромно так скажу, не думать, что там зазвездились мы, или еще что-нибудь. Но это, наверное, обман, обман на авито, да. Ну, потому как мне сложно предположить, допустим, откуда-то люди взяли эти корма. Тогда, ребят, вам такой совет. Если вы приобретаете продукцию, да, вот мясо, в таком хозяйстве, где вот такие громкие заявления делают, да, в плане использования кормов, обязательно проверяйте, требуйте показать мешки пустые. Хотя бы пустые мешки пусть вам покажут. Потому что, ну, что мешков у меня нет, я их выбросил, это не прокатит. Сами понимаете, мешки используются там под мусор, под хранение чего-либо. То есть все равно у человека по-любому должны остаться мешки. Вот, еще такую интересную тоже картину наблюдали на авитообъявлении в нашем регионе, в Владимирской области, даже в Александрове. Мы покажем, вот будет фотография где-то здесь на экране. Продают курицу с фоткой нашей курицы, взятой из сообщества, с нашего канала. Ну, не знаю, нам не жалко как бы, но мне кажется, что надо все-таки размещать фотографию своей продукции. Мое такое мнение. С фотками, кстати, с нашего разделочного стола вот этой курицы. Да. Это объявление, по-моему, Александровского района. Александров город, да. Короче, ребят, мы работаем сами. Смотрите на наши лица, запоминайте. Только мы можем вам продать нашу курицу. Да, а вот эти тренды, да, в плане кормления, что Южной Короны. Ну, я говорю, что, ну, блин, мне тяжело поверить, что где-то могли они приобрести там, если где-то на юге, там, возможно, там появилась, говорят, Южная Корона, вот. А где-то у нас в регионе, но я не встречал, по крайней мере. Так что будьте бдительны, обращайте внимание, требуйте, чтобы вам показали корма, какими кормят. Ну, мешки хотя бы. Так, дальше вопрос у нас был какой? А, почему мы не отвечаем на некоторые комментарии? Я начну, Лена, продолжит. Я вот вкратце скажу. Вот, ребят, если комментарий звучит вот таким образом, что скажите мне, у меня нет времени смотреть на ваши все эти видео, это невозможно, это очень долго и так далее. Ответьте мне, значит, А, Б, В, Г, Д, как забить и куда продать. Вот на такие комментарии ответа не последует. Сразу вам говорю. Ребят, если есть люди среди вас, которые хотят получить волшебную таблетку, достичь успеха, не приложив никаких усилий, даже посмотрев несколько видео, просто-напросто, чтобы почерпнуть из них какую-то полезную для себя информацию, не обижайтесь. Блин, я принципиально не буду отвечать. Мы и так выкладываем вот кучу всего, чтобы облегчить жизнь и плодим конкурентов себе. Если вы думаете, что мы не понимаем этого, что мы плодим конкурентов, мы это прекрасно понимаем. И люди не хотят просто потратить какое-то время на изучение этого вопроса. Ответа не последует. Ежесекундно мы не будем писать в комментариях, расписывать подробно всю технологию производства бройлеров. Мы выложим скоро видео по поводу выращивания бройлера от А до Я. И поэтому это сильно облегчит жизнь вам. Но спрашивать в комментариях, если сейчас, ответьте ежемоментно. Мне нет времени искать. Я тоже повторяю, да, 10 раз. Ничего. Мы не станем. Ну, вот один из последних комментариев, знаете, было. Смотреть некогда, прочитать не вижу. Хорошие анализы-то. Хочется написать, читать ваши комментарии некогда, отвечать не хочу, анализы неизвестные. Не покажем. Вот, вот, честно, просто, знаете как, получается, что мы стараемся, специально тратим время, деньги, специально тратим все свои знания, всю свою башку забиваем этим, чтобы для вас самые сливки собрать. Собрать максимально весело, как-то интересно вам показать, а в итоге оказывается, что мы еще такие ослы, смотреть нас не надо вообще. Вы мне быстренько очерканите в двух строчках, как у вас там, вот, с анализами, а остальное не важно. Мне, честно говоря, очень обидно. Ну, а как тебе комментарии, что это неприлично, клянчить подписчиков, вы и так должны показать все своему старому зрителю? Ну, как тебе такой комментарий? Ой, короче, слов нет на самом деле. Представляете, получается, что мы еще и клянчим. Ну, во-первых... Это мне очень интересно всегда. Мы не обязаны, вы поймите, вот, та часть аудитории, которая пишет такие вещи, вы поймите и зарубите себе на носу, что мы вообще вам ничем не обязаны. Подписчики вы наши, не подписчики вы наши, мы вам в принципе ничем не обязаны. Если, ребят, вы подписываетесь, то, насколько я понимаю, вы для себя это делаете, чтобы вам потом не искать долго и мучительно тот канал, который вам сэкономит ваше время, сэкономит ваши деньги. Вы увидите, какие результаты на чем-то получаются заочно, сами того, не влезая в эту систему, не влезая в эти все эксперименты своими, в первую очередь, деньгами, да? То есть вы уже не купите что-то, что у нас показало себя плохо. Вы обезопасите свое хозяйство, свою птицу от какого-то некачественного корма, от каких-то некачественных, там, еще каких-то дополнительных вещей, моментов, понимаете? Мы вас предупредим о том, что вот здесь могут кто-то подавиться, здесь может что-то еще случиться. И вы посмотрели это видео просто за ужином и уже сделали для себя выгоды, которые вам в первую очередь сэкономят кучищу времени, денег и здоровья вашим птицам. Заметьте, и вам это ничего не стоило. Да, никто из вас не заплатил за подписку на наш канал, я не знаю, там, десятку или оформил абонентскую плату, знаете, как подписку на журнал птицеводства, да? Когда вы по 200 рублей, извините, возьмите и перечисляйте каждый раз, тогда вы сможете узнать информацию, прочитав ее. Там не будет никому интересно, видите вы что-то или нет. Вы заплатили деньги, вы это можете прочитать. Можете. Можете не прочитать, можете в туалете повесить. Это ваш выбор. Можете нас смотреть, можете не смотреть. Но мы не будем вам давать волшебные таблетки какие-то, раздавать их направо-налево. Мы и так очень много информации выдаем той, которую вам никто больше не выдаст. Я думаю, вы с этим не будете спорить. Посмотрите, это не значит, что вы не должны нас спрашивать какие-то вопросы. Допустим, в плане того, что я посмотрел видео, ребят, я не понял вот этого момента. Мы с удовольствием ответим вам, когда у нас будет время на это, понимаете. Мы стараемся отвечать на все практические комментарии, а те, которые не отвечаем, не отвечаем по причине. Объясни, что мы некоторые комментарии не видим. Если вы пишете в переписке уже, да, под чьими-то там комментариями, мы их можем не видеть. Поэтому, если какой-то у вас острый вопрос, да, и он действительно актуален для вас, и он вот не относится к той категории, о которой я выше сказал, вы напишите отдельно его, чтобы не в переписке он где-то был, а чтобы мы увидели его. Понимаете, о чем я, да? Да, а может быть даже, и если он даже может, пусть не по теме, как некоторые пишут. Ребят, мы не по теме там, но вот увидели у вас там-то, а здесь в новом свежем видео пишут комментарии с вопросом. Да? Мы понимаете, в чем дело? Тут такой момент. Мы стараемся вам рассказать все абсолютно честно. Мы можем заблуждаться. Это, безусловно, как все люди обычные, да, нормальные. Но мы стараемся вам писать все честно, как на данный момент. Мы думаем, как считаем. Мы абсолютно нормально воспринимаем, когда вы с нами не соглашаетесь. И мы не... Знаете как? Если бы мы были хотя бы в 55% всегда знали точно результаты деятельности любой, мы бы играли в казино. Мы были всегда в выигрыше, потому что 55% выигрыша было бы, понимаете? Никто так не знает. Все люди... Сегодня ты так считаешь, завтра у тебя другие сведения, и ты вдруг начинаешь думать о чем-то еще большем, глубже вопросы изучать. Все меняется. Не говорите о том, что там вы в тех видео так-то говорили, а здесь по-другому. Мы тоже растем, безусловно, мы учимся. И, кстати, на ваших комментариях тоже. Еще один момент, ребят. Часто мы видим, ну, наверное, скорее не у себя, да, на канале. А на канале у других, когда пишут, да эти, вот там, у них там 3 секунды опыта птицеводства, и они начитали что-то в гугле, и вам тут выдают на ваше усмотрение какую-то там информацию недостоверную. Сейчас все знаете, все книги оцифрованы, да, ну, практически очень много. Сейчас, простите за банальность, но в том же гугле вы можете вычитать то, что никогда и нигде не возьмете эту литературу, нигде вы не достанете, и нигде вы не сможете вычитать ничего. Даже не надо книжки целиком читать, есть работы научные по определенной теме даже и вопросы, правильно же? Конечно. То есть мы пользуемся, безусловно, возможностями, которые нам дает интернет. Мне не нужно, чтобы у меня птица заболела гамбара для того, чтобы понимать, что это за заболевание, лечится оно, не лечится, прививается, не прививается, как оно выражается и так далее. Мне не нужно, чтобы моя птица этим заболела. Я буду знать об этом заранее, понимаете? И если я вижу у вас, не дай бог, признаки такой болезни и болячки, я обращу ваше внимание на то, что посмотрите, не оно ли, не что-то там страшное или еще что-то. Хорошо, тот же гокцидиоз, который во множестве видов, во множестве форм выражается в птице. Мне не надо, чтобы моя птица всеми видами переболела, чтобы я это знала. Мне нужно, так сказать, понимать и знать об этом заранее. Я вот вас уверяю, даже врачи-хирурги с опытом зачастую сталкиваются с операциями, которые они должны делать первый раз, все какую-то операцию делают первый раз. Вас бы успокоило, что он бы сказал, вы знаете, я пользуюсь только собственным опытом, вы знаете, книжки я не читал, гуглить это вообще не мое. И я вчера оперировал левую ногу, и не важно, что у вас болит правая, да? Мы режем левую, потому что у меня именно такой опыт по жизни. Я думаю, что никому бы из вас это не понравилось, правильно? Тут ситуация такая же. Вы можете очень большое количество информации почерпнуть из книг, из наушных статей, из диссертаций, которые написаны достаточно заумным языком. И зачастую, когда читаешь их, приходится каждое слово там лазить, расшифровывать еще раз, еще раз и еще раз, понимаете? И только потом ты можешь вычленить вот эту мысль, которая у тебя в голове сразу же не сложится. Поэтому читать гугл это не так просто. Мы не читаем Яндекс.Дзен, понимаете? Или какие-то неизвестные... И вам не советую. Да, да. Или какие-то неизвестные совершенно источники, которые могут тоже быть вам полезны в смысле того, что закинуть вам какую-то мысль. Но потом вы ее проверяете. И проверяете неоднократно, и делаете свой вывод. Дополнение. Я вам скажу даже больше. Блогеров не надо слушать. Вы можете зафиксировать для себя вот этот препарат, да? А и перепроверить дозировку, как он действует и так далее. Зачастую блогеры несут, так скажем, мягко непроверенную информацию. Возможно, и у нас это проскакивает. Мы не говорим, что... Видите, он как им мягким языком. Я бы сказала, блогеры несут дичь многие. Последнюю, что называется. Нет. Я говорю, что себе-то не каждый раз веришь, да? Перепроверяешь. Я к этому. Проверяйте информацию, которую вам преподносят. И еще. Лекарственные. Люди не смотрят зачастую. Даже на упаковке сколько написано? Там 50 единиц или 500 единиц, понимаете? И применяют 500, как 50 и так далее. Концентрация. Все нужно смотреть, пересматривать. Никому. И нам в том числе, с закрытыми глазами, верить нельзя. Вы можете это принять на вооружение и проверить. А проверять вы где будете? Можете, конечно, сразу проверять на себе. Ну, извините. А можете проверить в самом Гугле. И это не является оскорблением. Они там читают Гугл. Да вы все должны читать Гугл. От начала до конца. Цыпленка одного завели. В Гугле почитали, что это за фигня, чем ее кормить. Кстати, мы в Гугле не читаем, мы Яндексом пользуемся. Это на самом деле так, но что это? Ну, смысл в этом. Да, какой поисковой системой вы пользуетесь, не важно. Важно, что не стыдно из достоверных источников, которых сейчас в интернете, полнехонько. Главное, брать информацию из нескольких мест сразу. И анализировать уже там чушь написано или адекватно что-то. Но логика у всех есть, да? У кого-то больше, у кого-то меньше. Можно сразу раскусить, что здесь написано. Что-то дельное или чухня очередная. И, короче, головой пользуемся не только, чтобы куриный суп жрать, понимаете? Пользуемся головой по полной программе. Мы люди вменяемые и разумные, человек разумный, да? Надо в обязательном порядке воспринимать информацию не только на личном опыте, но еще и ту, который вселенский опыт вам дарит в виде интернета. Так что это ничего себе не стыдно. И когда вам говорят, у вас 2 года, 3 года, 5 лет опыт птицеводческий, а у меня 40 лет, разница между птицеводческим опытом только в том, что мы прочитали об этом в Яндексе, ну, в Гугле, неважно где, в интернете, а вы на своем хозяйстве этим переболели. Значит, вы не смогли в свое время это предотвратить как-то, понимаете? Хотя, безусловно, нельзя отрицать цену опыта. Но цена опыта, наложенного на бесконечные знания, это самое лучшее, что может желать человек в этом мире. Это то, к чему стоит было бы стремиться, и то, к чему стремимся мы. Конечно же, если мы слушаем лекции ветеринаров, да, с опытом, там, 10-11 лет на производственных хозяйствах с десятками тысяч голов, это будет для нас очень весомое мнение, да? И вот этому мнению мы будем верить сильно. Но все равно, да, все равно нам нужно будет это дело все перечитать, пересмотреть, еще раз уточнять. Понимаете? Вот так вот. Поэтому это не стыдно. Люди, читаем книги. Еще один вопрос вспомнил. Ну, не вопрос, а момент такой. Под видео про анализы, значит, нам написали. Я вам расскажу, как надо было сделать. Надо было одну птицу кормить антибиотиком, другую, значит, сдавать вот на кормах. Или из магазина тоже. Или, да, второй комментарий. Надо было сдать курицу из магазина. Вот, ребят, вот слушайте, вы как будто, я не знаю, не понимаете, вы такие странные. Это же все стоит денег. Мы делаем ровно то, что можем сделать. Понимаете как? Ну, блин, давайте мы еще соберем со всех сетей эту курицу, да, и все ее на анализы сдаем. Вы представляете, какой бюджет там надо? Ну, там сумма за анализы не такая космическая, как вот в аккредитованных этих организациях, но она все равно для нас, ну, приличная, ребят. Сейчас у нас, сейчас для нас любая сумма, она приличная. Потому что птицеводство, это не золотые горы. Я бы на эти деньги могла себе новый телефон офигенный купить, понимаешь? Ну да, ну да. И тогда я обязана была бы вам послать его в посылки, потому что у меня есть подписчики. Да, это вот, это хорошая аналогия. То есть, ну, поймите правильно, вот, мы вообще можем не делиться с вами информацией по поводу анализов, да, сделать тихонечко и все, это будет наша фишка как бы. Мы же ведь прекрасно понимаем, что плодим конкурентов. Вот про конкурентов поговори, мы с тобой разговаривали, расскажи. Я поговорила бы, но на самом деле уже вообще ничего не видно. Ну, а что вы ведь нас смотрите? Это самое, слушайте, да. Мы заехали просто в чащу, в нашу сосновую пор, и поэтому здесь света вообще нет, нас не видно. Ну, расскажи по поводу вот конкурентов, как ты это видишь? Мы плодим себе конкурентов, да, мы плодим себе конкурентов. Мы понимаем, живите вы, даже если вдруг вы живете рядом с нами, и хотите открыть, ну, начать, так скажем, какое-то дело по поводу птицеводства, само собой мы наступаем себе на причинное место, потому что мы вам рассказываем, что, где, в нашем регионе, как содержать, при наших температурах и так далее, все ошибки наши. Вы уже на это не наступите. Как сделать клетки, как сделать брудер, как автоматизировать свой процесс, все рассказываем. Вы будете в более выигрышной ситуации, чем мы даже начинали, да. То есть мы, ну, допустим, уже наступили на эти грабли, мы больше так не сделаем, мы рассказали вам, и вы уже не наступили, понимаете? И это, конечно же, удобно. Вы уже на наработки на наши ложитесь своими мозгами, и нашими в том числе, и делаете все хорошо и чин-чинарем. Это мы, как идиоты, уже потратили на множество вещей. Деньги намного зря. Где-то прогорели, где-то пролетели, где-то мурганцовочкой 40 цыплят подпоили, и все сдохли. Понимаете, тут как бы мы понимаем это. Мы понимаем это. Но с другой стороны, посмотрите на этот вопрос. Существует, вы сами пишете, множество контентов, множество каналов, да, которые вам какую-то информацию говорят. Но существует множество каналов, в которых вам никакую информацию не говорят, понимаете? И они благополучно, не меньше нас успешны в этом смысле, в смысле каналов, да? У них зрители существуют более успешно всегда. И ничего не говоря вам, и не создавая себе каких-то проблем лишних, конкуренции и всего остального, они благополучно себя чувствуют на Ютубе. Но, но, мы хотим уважать себя за свой контент. Мы хотим, чтобы вы понимали, вы в первую очередь понимали, что есть такие люди, которые уважают себя, свое имя, ценят его, и мы не будем показывать вам какую-то чушь, чухнутскую. Не, когда-нибудь начнем. Ну, понимаешь, и чушь можно показать по-разному. Ну, ладно, я шучу. Вот, ну, мы не те люди, которые за три копейки готовы тут без трусов прыгать, только чтобы вам было от этого весело. Такого контента у нас никогда не будет ни за какие, зрители ни за какие деньги. Ну, подожди, может быть, если подороже. Подороже? Ну, подороже, пока мы не дожили до подороже. А когда доживем... Короче, я не категоричен в этом вопросе. Только я, только я. Нет, когда у нас будет столько зрителей, что мы можем попрыгать без трусов, и будет больше денег, всем будет уже не так приятно смотреть на нас без трусов. Ну, это да, да, да. Уже всего свое время. Не, ну, я постараюсь поддержать себя в форме. Хорошо. Ладно. Ну, вы понимаете, короче, о чем мы говорим, да? Я хочу уважать себя за свой контент. Я хочу отвечать за каждое слово. И если вдруг я ошиблась, я могу это признать. Ребята, я ошиблась. А что такого-то? Ну, вы не ошибаетесь, все ошибаются. Плох тот, кто не признает свою ошибку. Смотрите, какая красота. Я называю это место таинственный лес. Это дорога достаточно узкая. Она грунтовая. И фиговая, вы видите, да? Которая проходит между сосновым лесом. В сосновом лесу, бару таком, да? Сосновый борж, считается? Да, наверное. Класс. Вот мне очень нравится. Сейчас еду из Тверской области, где наш друг нам рассказывал о том, что сейчас медведи, волки и все на свете. Я уж не говорю о лесах. Рысь я сам видел, лично на дорогу ходила. Да, рысь видел. Большая собака, без хвоста, как кошка. Оказывается, про медведя столько он интересно рассказал. Кстати говоря, вот отступление такое. Ребят, мы хотим немножко разбавить наш птицеводческий контент. И если вас интересуют какие-то вопросы, да, ну, по поводу, я не знаю, чего там, погода, природа, нашей прошлой московской жизни, как мы смотрим на какие-либо вещи, происходящие вокруг, вы задавайте их в комментариях, а мы уже снимем по этим темам отдельные говорилки. Ну все, давай, ты что-то там, ты закончила по поводу, о чем говорил там? Да, вроде как говорил. Договаривай и уже прощаться, мы так уже долго наговорили. Про контент вы говорили, мне кажется, да? Все, всем пока, до свидания. Так резко заканчиваем видео. А на чем у нас? Давай еще побазарим. Буквально три часа, и это видео будет закупаться. Я боюсь, что нас не видно, да, погода ужасная. Я думаю, что вообще зря записывали это видео, мы не пойдем. Хотя бы послушали тоже, я думаю, полезно. Ну, сейчас людям нужна картинка, понимаешь? Сейчас мы все избалованы. Ну, что имеем? Ладно, все, мы вас обнимаем, всего доброго. Пишите комментарии умные, полезные, не только для нас, но и для всех, кто их читает. Все, всем пока. Счастливо. Ты 100 долларов, ты всем нравишься. Я не 100 долларов. Я не нравлюсь практически никому. Поначалу я не нравлюсь никому вообще. Потом я нравлюсь некоторым. А те, кто остается после вот тех, кто отваливается, кому я не нравлюсь. В общем, мы с людьми становимся хорошими и нормальными друзьями. Ну, я же жестче, наверное, да, или как сказать, более грубее, более такая депрессивней товарищ. Александр у нас, ну, на мой взгляд, вам всем нравится. Как вам он нравится? Это неправда. Кто-то тебе хоть раз написал, могу смотреть Елену, а Александра не могу. Конечно, постоянно пишут. Каблук, кто там, не знаю. Нет, каблук это тот, кто тебе завидует очень сильно. А кому ты не нравишься. Нет, ребят, вот знаете, мое сейчас отношение, да, если ты затронул этот вопрос, по поводу каблук, не каблук. Ну, во-первых, вот эти вот характеристики дают люди обычно сами, скажем так, не являющиеся мужчинами. Они считают, что они альфа-самцы, но это на самом деле не так совершенно. Вы, наверное, таких повсеместно, но часто довольно-таки встречаете, да. А в том плане, что мне повезло с женой, это безусловно. Умная, красивая женщина. Подожди секунду, сейчас я говорю. Это умная, красивая женщина, наделенная интеллектом. Ну, зачастую неординарным, она не перестает меня до сих пор даже удивлять. Вот. То, что у нее явно лидерские качества, это факт, я это не отрицаю. Они выше моих, определенно. Почему я всегда работаю один? Я не умею руководить. А если вы помните старую пословицу, не умеешь руководить, работай сам. Она умеет руководить. Она обладает, знаете, таким вот, она, как бы помягче сказать, вот в каких-то моментах там географического критеризма, там, да, вот какой-то там бытовухи может где-то быть... Ступить нереально. Ступить, да, и уступать каких-то моментах вот таких вот повседневных задач мне. Но вот если стратегически, если кардинально, блин, стоит прислушиваться к ее вот размышлениям, выводам, поверьте мне. Поэтому... Поэтому ты редко прислушиваешься. Поэтому, поэтому можно сказать, что она у нас... Вернее, нет, я скажу вот так, определенно, она у нас ведущая скрипка, да. И вот, скажем, все успехи в семье, в нашей семье, к которым мы приходили совместно всегда, будь это предыдущая работа, бизнес, да, наш, ну и вообще, вообще мне еще раз повторю, повезло с женой. Это ее заслуга. Именно разработка стратегии, тактика уже, наверное, ко мне ближе, да? Вот, то есть, наверное, я подкаблужник, короче говоря, ребят. Походу, да, походу. И мне это нравится. Я доволен. Ну, может быть, если была другая со мной женщина, да, это так бы не казалось. Ну, понимаете, о чем я. Так что, если даже вы так считаете, в принципе, я не даже отрицать не буду, возможно. И мне это очень нравится. Очень. Хорошо, что камера меня не снимает. Я не буду себя снимать, я уже покраснела. Ну, ладно. Ты же сама это прекрасно знаешь. Я тебе об этом много раз говорю. Ты знаешь, в силу того, что я не глупый человек, я понимаю свои плюсы, но я знаю своих минусов, понимаешь? Так вот, это уже мои заслуги, правильно? То, что ты мне прощаешь мои минусы? Да. Нет, ну, на самом деле, минус-то есть у всех что-то. Конечно. А, ой, слушайте, а если про меня, она как-нибудь про откровенничество. Не, не буду, не буду. Я вообще конченый, козел. Ничего подобного, но... Так. Ладно, что там мы еще... В анонсе была тема о том, какая умная Елена Викторовна? Это что-то так у нас с импровизацией. Да. Лирическое отступление на тему, которое, в принципе, я же не к этому вообще говорила. Какая дорога-то? Удачная. Какой нам всем... На обочину не съехать. Очень скользко. Да, осторожно надо. Да, нужно и так и на обочину съехать. Перевернуться. Ой, спасибо, Господь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!